Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 29 августа и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция на укрепление продолжается. Уже сегодня, прямо сейчас, мы видим торговлю вблизи отметки 1.1990 и на текущий момент тенденция на укрепление в область 1.20 остается в приоритете по данной паре. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели вчера, это отметка 1.1915. Уход ниже и закрепление за этим уровнем уже даст предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения по данной паре, а на текущий момент мы движемся в сторону основного тренда. Ближайшая цель, как я уже сказал, это область 1.2080-1.2050. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают укрепляться. После завершения коррекционного движения, которое мы видели на прошлой неделе, на текущий момент цель среднесрочная по данной паре, это движение в области 1.3240. Ближайший разворотный уровень уже в рамках внутридневной торговли находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера, это отметка 1.2872. Именно уход за этот уровень вернет уже нас к продажам, к краткосрочным продажам по британскому фунту. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент также находится в восходящем движении. Сегодня с утра мы видели небольшую коррекцию к минимальным значениям, которые были зафиксированы вчера, но на текущий момент тенденция на укрепление остается, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше минимальных значений, которые мы видели на прошлой неделе, а именно область 78.80. Ближайшая цель по австралийцу на текущий момент это движение в область 80.20. Пара американский доллар, японская иена после закрепления ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, это отметка 109.09. После закрепления, которое произошло уже вчера ночью, мы видим начало вновь нисходящего движения по паре американский доллар и японская иена. На текущий момент ближайшая цель по данной паре, по снижению, находится в области минимальных значений, которые мы можем видеть уже в среднесрочной перспективе. Это область 108.13 и далее уже на 106 можем пойти. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые мы видели вчера. Среднесрочный уровень это отметка 109.83. Прошу прощения, не вчера, а на прошлой неделе в пятницу. И максимальное значение, которое было вчера, это уже краткосрочный уровень область 109.40. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. Сегодня с утра подходили уже к максимальным значениям, которые мы видели в пятницу, но пара не смогла их преодолеть, поэтому на текущий момент тенденция на снижение также остается. Ближайшая цель по канадцу это закрепление ниже отметки 1.24.40. Возврат уже за уровень 1.25.40 вернет нас к покупкам по данному активу. Еврофонд продолжает укрепляться и ближайший разворотный уровень в среднесрочной перспективе находится на минимальных значениях 25 августа, это отметка 91.96. Ну а локальный, уже внутренний уровень располагается на минимальных значениях, которые были вчера, это отметка 92.29. Если говорить о возобновлении нисходящей тенденции, то здесь нужно как минимум паре закрепиться ниже как раз минимальных значений, которые мы видели вчера по данной паре. Золото продолжает укрепляться, сегодня с утра уже доходили до максимальных значений в области 1324 доллара за тройскую унцию. Ну и я напомню, что среднесрочный уровень, цель по данному движению находится в области 1360 долларов за тройскую унцию. Именно туда сейчас золото и движется. Краткосрочные уровни, которые мы можем отметить по данному активу, находятся на минимальных значениях, которые были на прошлой неделе. Это область 1281 доллар за тройскую унцию. Именно уход уже ниже этих уровней вернет нас к продажам по данному активу. Те уровни, которые будут сформированы локально уже в течение этой недели, мы с вами будем рассматривать на наших обзорах. По нефтемарке Brent. По нефтемарке Brent вчера в второй полной торговой сессии мы видели закрепление ниже минимальных значений, которые видели в пятницу. Что в свою очередь нас возвращает к продажам по данному активу в краткосрочной перспективе. И для того, чтобы уже пойти в область 50 и 45, нам необходимо увидеть закрепление ниже отметки 51.37. Это минимальное значение, которое мы видели на прошлой неделе, 21 августа. На текущий момент тенденция на ослабление начинает набирать обороты и по данному инструменту. Ну и индекс DAX вчера уже в начале торговой сессии смог закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу и в четверг. И это нас вернуло к продажам по данному инструменту. Поэтому на текущий момент ближайшая цель по нисходящему движению это область 11921. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Пишите комментарии и увидимся уже на следующих видео обзорах. Всем спасибо и до свидания.